41 день, именно столько прошло с того момента, как я выложил последний ролик по F1, именно карьере, не считая мультиплеерного ролика. И вот, наконец, F1 возвращается, мы продолжаем ехать сезон за Тарароса и продолжаем в нем преуспевать. Что же, третий этап Китай, который, собственно, у нас отложился очень надолго, почти на полтора месяца, в котором, к сожалению, я не прошу даже второй сегмент. Что было для меня очень плохо, с одной стороны, а с другой стороны, я могу пойти гарантированно на стратегию в один пистоп, но, как все было, я отъехал к квалификации в один день и гонку проехал спустя, наверное, неделю. Как-то так. И по итогу я даже не помнил, как там по квалификации все прошли и, соответственно, игра еще симулировала в свой момент то, что все прошли там в третий сегмент на медиуме. То есть, каком-нибудь было ожидание от Китая, то, что лидеры будут ехать на стратегии двух пистопов, я же в своей группе второй десятки смогу ехать на стратегии один пистоп, и, соответственно, лидеры перемешаются, и за счет этого мы сможем как-то побороться за очень хорошие позиции. Но игра симулировала то, что абсолютно все прошли в третий сегмент на медиуме. Я не знаю, как это работает, но у всех был медиум, соответственно, моя стратегия просто не работала никак. Все были на этой стратегии в один пистоп, что было очень плохо, и я это причем создал уже где-то к середине гонки, потому что, ну, у всех были желтые ободки. И мы переходим к старту. Газ на красный огонь, я кое-как срываюсь, как обычно, с места, строп слева от меня тоже очень плохо стартует, но потом начинает потихоньку разгоняться, позади меня тут же и рак не обходит. Но к улитке я возвращаюсь в позицию, и стараюсь как-то выехать на внешнюю траекторию, чтобы по максимуму объехать болидов, что у меня, в принципе, получается. Я обхожу своего напарника, почти парня нас с Сюкемергом, но не стал лезть во избежание контакта. Также трое у нас, Ликерда Сайенс и Грошан выходят из улитки, Грошана выталкивают, из-за чего он тормозит, и тем самым еще блокируют Магнусона, и из-за этого я смог обойти его. Ну что же, подводя итоги сарта, в принципе, я неплохо прорвался, уже более-менее мы подъезжаем к первой десятке, а, соответственно, и к очковой зоне. И желательно все-таки набрать хотя бы пару очков, хотя, да, я все-таки рассчитывал еще на тот момент, что я смог обойти лидер за счет пистопа, как это у меня обычно было в Китае. Но, опять же, про стратегию того, что у всех будет этим пистопом, вы видите, что абсолютно у всех желтые ободки, и только у Racing Point ободки белые, они едут на хардис со старта. По сути, это интересная стратегия, поскольку вначале они могут проехать довольно длинный стинт, и уже потом под конец гонки перейти на Medium, чтобы тем самым можно было защищаться. Тут же я еще прошел и Грошана в тот момент, и также еще позади у нас было столкновение Джиминация с Райкененом, из-за чего Джиминация в будущем отлетит очень и очень далеко, и даже по итогу станет круговым для половины пилотона. Я же продолжил борьбу с Хюркенбергом, но не смог с ним разобраться до третьего круга, когда у нас появился ДРС, и уже на обратной прямой со Слепстримом и ДРС пытаюсь до него доехать, но не получается, но он почему-то начинает защищаться в этот момент, я пролазиваю, соответственно. И спокойно обхожу, даже не вытесняя его, но он почему-то решил срезать именно Апекс, и тем самым имел самый худший вариант выхода из поворота, и я смог еще оторваться от него. Вот, собственно, как это было, я не знаю, почему он так сделал, хотя место я там оставлял очень нормально, и он мог по-нормальному проехать, да, немного срезав Апекс, но хотя бы по-нормальному выехать из поворота, а не просто его резать нагло. Окей, это его выбор, спасибо Кюртенбергу за это, на следующем круге я уже догоняю Ликьярда, в том же моменте только уже начинаю играть с Ликьярда, сначала ухожу вправо, потом перемещаюсь обратно на территорию влево, и тем самым так же прохожу и Ликьярда, который так же вроде бы срезал эту шикану. Вот, ботов Мания в этом повороте резать, и еще причем это было видно в прошлых сезонах за Макларом. Потом передо мной был Перис и Норрис, но, к сожалению, до них доехать мне было очень и очень сложно. Ликьярда также сделала контратаку на меня в улитке, поскольку я очень широко начал в нее заходить, точнее, начал нормально в нее заходить, но потом по итогу начал смещаться на внешнюю траекторию, из-за чего Ликьярда смог проехать во внутреннюю, но потом у нас идет вторая часть улитки, и уже я находился на внутренней траектории, также, опять же, вытеснил Ликьярда, из-за чего его даже прошел Хюркенберг. До Перис я все-таки смог доехать, все-таки у меня медиум, у него хард, но все же постепенно моя резина начинала уже уходить. И да, напрямую, конечно, у меня был ДРС, Липстрим, но Перис на его рейсинг-поинте, это, к сожалению, для меня неподходящий противник, у меня довольно сложно с ним бороться, поскольку у них очень хороший болид, они хороши в поворотах, напрямых, тем более за счет Мерседеса, да, его смог пройти, но потом у нас идет вторая зона ДРС, стартфиничная прямая, где без каких-либо проблем Перис смог вернуть свою позицию. И чем дальше мы ехали, тем больше у него ходило резины, тем больше Перис, по сути, получал преимущество в счет своего харда, ведь ему надо просто доехать где-то 15-16 кругов, и потом просто спокойно перейти на медиум, и даже если я сделаю андеркат, то он мне никак не поможет, поскольку у Периса будет медиум, и, соответственно, на своем харде я его никак не объеду, даже если я еду сейчас на медиум, я никак его не могу обойти. И также мы еще догнали Льюису, у которого были проблемы с ДВС, из-за чего он пустил вперед Норриса, изначально я, кстати, думал, что это, опять же, Потас, который просто проклят в моей карьере, потому что в первых этапах у него там в Австралии сломался передний игрок, он боролся просто с Вильямсами, а потом у него в Бахрейне просто отказал ДВС. Тут же, в принципе, у него все шло гораздо лучше, чем у Льюиса. После своего пистопа я еще выехал позади Льюиса, смог его обойти в улитке, но, как понимаете, обошел да и обошел, все-таки он выехал только из питлейна, так что дальше он меня без проблем каких-либо обойдет, вопрос только, когда он меня обойдет. Я, конечно, решил, что окей, поеду пока впереди Льюиса, но в нужный момент для себя я его пропущу, чтобы получить ДРС, либо же слепстрим от него, а, возможно, и то, и другое сразу. Пока что пустит Кайя у меня побудет сзади, я потихоньку буду ехать, Льюис тоже потихоньку будет ехать. Также у него пофиксировалась проблема после пистопа с ДВС, соответственно, он начал ехать быстро, что можно было заметить сразу после того, как он меня обойдет. Обойдет он меня как раз в конце второго сектора перед обратной прямой, точнее, я его даже пущу, чтобы получить от него ДРС и слепстрим, но даже с этим он потихоньку-потихоньку от меня отдержал. Мерседес все-таки во всей его красе, а у меня чертова Хонда. Но ничего, в скором времени, может быть, мы еще вам покажем, чертовы Мерседесовцы, а пока вези меня, Льюис, давай вперед к Пересу, ведь самая главная задача была войти его, когда он еще был на пистопе, и постараться его как-то сдержать. Но, к сожалению, он вышел далеко впереди меня, андеркат не удался, у него удался оверкат, ну и, соответственно, он был на медиуме, и, поделать, я уже с этим просто ничего не мог. Самое близкое расстояние, которое я мог достичь после его пистопа, это вот в данный момент, после этого он просто уехал и больше никогда не возвращался, к сожалению. Ну и, соответственно, до конца гонки я примерно так и ехал в город в одиночестве, просто накатывая круг за кругом, строго позади там немного прорвался за счет того, что у него тоже был медиум, но до меня ему было слишком далеко. Ну и плюс там была какая-то вроде небольшая даже борьба, но, к сожалению, забыл, забыл посмотреть ее. Ну что же, девятое место, в принципе, неплохо старт с шестнадцатого места, но я ждал, что у лидеров будет другая стратегия, они будут создавать софта и делать ранний пистоп на хард, и тем самым часть лидеров затеряется в трафике, и можно за счет этого будет подняться на пятую, шестую позицию, как это было в Махларне во первом сезоне. Но, окей, два очка есть, и самое главное. И даже итогово можно сказать то, что в группе B я финишировал, грубо говоря, на третьем месте, ведь впереди у меня был только Норрис и Перес, которых, к сожалению, я не мог догнать, но в будущем, может быть, мы сможем с ними еще побороться. Ферстайп у нас выигрывает данную гонку, он лидировал от старта и до финиша, по сути, никто ему ничего не мог противопоставить, хотя, казалось бы, Хонда и прямые это две несовместимые вещи в карьере, Мерседес и Феррари должны быть быстрее, но, как оказалось, все-таки Рэдбулу еще может. На втором месте у нас приехал Фин, который, наконец-то, добрался до подиума и даже до конца гонки на нормальной позиции для себя. Третье место у нас занял Фетталь, тоже неплохой для него результат, ну и будем потихоньку смотреть, как у нас будет развиваться чемпионат, ведь Льюис у нас выиграл две гонки подряд первые, и вот в данной гонке он как-то очень сильно провалился за счет проблем с ДВС, и смог финишировать только на пятом месте, обогнав Гасли еще до финиша. Коюсь, если бы не проблема с ДВС во первой половине гонки, может быть, он финишировал бы и на первом месте, кто знает. Два сошедших у нас были, это Граждан и Перес, по проблемам с ДВС, третий этап, как обычно. Но, в принципе, у нас третий этап и уже ДВС за 50%, что очень-очень плохо, это означает то, что надо быстро качать, еще износоустойчивость, поскольку движки будут очень быстро уходить. Но пока что я помню еще свой план и придерживаюсь его, это прокачка именно аэродинамики, то есть вкладывание в нее пока ресурсов. Конечно, пока мы не имеем апгрейдов, но уже начиная с Испании, мы начнем уже апгрейдить свой болид, поскольку будут скидки к этому моменту взяты в 3, и, соответственно, отдел качества тоже взят в 4, и у нас уже будут детали приходить 100% вероятностью, ну и также мы сможем еще откладывать на другие отделы и также заняться износаустойчивостью, ведь с этим в данном момент у нас будут проблемы большие, по крайней мере, пока мы не прокачаем износаустойчивость двигателя. Собственно, беру отдел качества уже на единичку, ну и на следующем этапе мы возьмем уже вдвойку. Командная цель, которую можно сделать только в Баку, не зная свой прошлый опыт на Баку, я скажу то, что это будет очень сложная задача, но посмотрим, как она пойдет. На этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи, пока-пока и удачи вам!